приветствую всех на этом канале дорогие друзья подписчики а также гости этого канала представляем вашему вниманию судьба марины александровой ее подросшие дети не ужилась домогаровым развелась со стебу новым и создала семью с известным режиссером молодая талантливая и невероятно красивая марина александрова раньше называла себя актрисой из прошлого ведь в начале кинематографической карьеры ей пришлось переиграть десятки исторических ролей и когда оказалось что актриса до конца своей жизни обречена изображать барышень в кинолентах марина по совету мужа режиссера андрея болтенко решила переломить ситуацию и на долгих девять месяцев отошла от дел перестав сниматься и принимать приглашения на исторические роли неизвестно сколько мог продлиться этот вынужденный отпуск если бы в 2018 году режиссер пётр буслов и сценарист семён слепаков не пригласили марину свой новый комедийный проект домашний арест отбросив набивший оскомину образы александрова с головой ушла в работу и наконец-то предстала перед зрителем в непривычном амплуа продемонстрировав новые грани своего таланта такой кайф был работать там это абсолютно творческая команда она находилась в состоянии творческого полета это была такая моя сформулированная мечта мне хотелось очень показать что я могу быть характерной артисткой позже рассказывала актриса на сегодняшний день на счету марины александровой почти 60 ролей в кино самыми известными из них являются работы в сериалах бедная настя котовский екатерина 2 рожденная звездой мозгаз и другие что же касается личной жизни актрисы то прежде чем успешно выйти замуж за режиссера ей пришлось пройти испытания любовью с актером александром домогаровым и актером иваном стебуновым со звездой сериала бандитский петербург марина познакомилась 2004 году на съемочной площадке картины звезда эпохи марина играла актрису валентину серого ада магаров ее возлюбленного на тот момент марине было всего 22 года ада магарову 41 несмотря на почти 20-летнюю разницу возрасте молодая актриса без памяти влюбилась в опытного актера и у них завязался роман переросший гражданский брак которому было не суждено стать официальным первое время марина и александра тщательно скрывали свои отношения только летом 2005 года на кинофестивале лики любви актер прямо на сцене при огромном скоплении народа преподнес марине обручальное кольцо и публично признался ей в любви на следующий день устроитель кинофестиваля и светский сплетник марк руденштейн сообщил что домогаров и александрова тайно зарегистрировали свой брак в одном из сочинских загсов и улетели в москву законными супругами лишь позже выяснилось что свадьба актеров всего лишь плод богатого воображения руденштейна охотчиво до сенсационных заявлений а тем временем марина прийти в москву собрала вещи и уехала на съемки в киев а вернувшись застала в доме любимого его бывшую жену актрису наталью громушкину разразился жуткий скандал после которого марина уехала к родителям в питер и некоторое время не общалась любовником но домогарову все же удалось вернуть александрову их гражданский брак с бесконечными изменами и рукоприкладством актера продержался целых три года 2007 году окончательно устав от бесконечных измен пьянство и драк домогарова марина ушла от актера мы очень сильно любили друг друга но не смогли построить отношения не смогли изменить друг друга и жить в мире и согласии а я устала с ним бороться я пыталась приручить его к здоровому образу жизни заставить забыть о всех других женщинах но это все было пустой тратой времени саша не изменится никогда он роковой мужчина в моей судьбе но я ему за многое благодарна я стала взрослее сильнее и умнее говорила александрова после расставания с известным артистом марина очень тяжело переживала этот разрыв но все же нашла в себе силы начать все заново и вскоре в ее жизни появился новый мужчина сначала это был скандальный актер алексей панин потом его коллега иван стебунов которому посчастливилось стать первым законным супругом красавицы актрисы пара поженила 2008 году а через два года расстались из-за измены ивана 2011 году когда марина уже отчаялась встретить свою настоящую любовь судьба свела ее со вторым мужем режиссером андреем болтенко который положил глаз на марину задолго до их реального знакомства впервые очаровательную актрису андрей увидел 2006 году на фестивале 5 звезд в сочи где александрова в паре с андреем малаховым вела мероприятие и он подумал вот бы на такой девушке я бы и женился позже режиссер неоднократно искал предлог чтобы поближе познакомиться с мариной и даже пару раз с ней виделся на деловых встречах но неприступная красавица совсем не смотрела в его сторону поэтому андрей не отважился заговорить с актрисой первым и все же их знакомство было неизбежным видимо судьба 2011 году марина и андрей встретились в общей компании молодые люди разговорились и выяснили что у них очень много общего например они оба выросли в полных и крепких семьях у обоих были бабушки с редким именем леокадия а потом андрей проявив к марине безграничное доверие предложил ей прокатиться за рулем своего автомобиля это почти что предложение руки и сердца так довериться женщине и можно сказать это было решающая встреча говорит марина через некоторое время влюбленные стали жить вместе а в начале 2012 года марина вслед за андреем улетела в сша где 11 июля 2020 года появился на свет их первенец сын которого назвали в честь папы андреем когда мы узнали что будет мальчик у меня даже сомнения не было каким именем мы его назовем я привела один аргумент своему мужу андрей имя которой я люблю с детства она для меня синоним мужественности силы надежности вспоминает актриса вскоре после рождения сына молодые родители поженились и марина несмотря на появление ребенка продолжила работать умело совмещая свои родительские обязанности и съемки в кино возможно именно это обстоятельство и спасло супругов от развода ведь во время подготовки к сочинской олимпиаде андрея пару лет практически не было дома и будь марина обычной домохозяйкой она наверняка бы устроила бунт начале 2015 года марина узнала что ждет второго ребенка несмотря на интересное положение актриса не отказалась от съемок в картине млечный путь и вместе со съемочной группой уехала на байкал на остров ольхон а 26 сентября в сша родила дочь на этот раз имя наследницы выбирал андрей он предложил назвать девочку катериной поскольку за время съемок в одноименном сериале марина практически срослась с этим именем она охотно согласилась и в семье актрисы появилась маленькая катя сейчас дети марине александровой 9 и 6 лет судя по редким фото дочка и сын актрисы больше похожи на маму чем на отца по словам марины и и дети очень дружны и с некоторых пор день рождения отмечают в один день дело в том что андрей младший появился на свет в середине лета самый разгар отпусков когда его друзья находятся не в москве а где-нибудь на отдыхе с родителями поэтому марина и андрей приняли решение день рождения сына и дочери праздновать в один день 26 сентября чтобы можно было собрать всех друзей и никому не было обидно кстати по словам марины маленький андрей унаследовал от нее дар видеть разноцветное свечение вокруг людей вероятно то что называют аурой до 16 лет сама актриса видела что у каждого человека есть свой цвет а потом эта способность куда-то исчезла зато сейчас ее маленький сын различает людей по цветам стоит отметить что марина и андрей не собираются останавливаться на двух детях и планирует рождение третьего малыша мне свою очередь хочется пожелать это замечательной паре долгих лет совместной жизни а марине успеха в творчестве новых интересных проектов и главных ролей пусть их детки растут самыми красивыми самыми счастливыми пишите свое мнение в комментариях что вы думаете по этому поводу всех благодарю за внимание желаю вам всего самого доброго всего самого замечательного берегите себя и своих близких и будьте счастливы всем удачи божьего благословения до новых встреч и всем пока пока